Знаменитое Ломоносовское изречение «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» лейтмотивом прошло через все мероприятия празднования векового юбилея со дня рождения знаменитого воронежского художника-этнографа Петра Пономарева и 20-летия библиотеки-музея, носящей его имя. Это было одним из знаковых культурных событий ушедшего 2018 года. В нем приняли активное участие все известные воронежцам деятели культуры, воздавшие по заслугам непревзойденному мастеру декоративно-прикладного искусства, собирателю, глубокому исследователю и пропагандисту традиционной русской культуры, передавшему в дар библиотеке номер 24 в Коминтерновском районе коллекцию предметов старинного быта и народных костюмов, имеющую исключительную историческую ценность. Пономарев для нас учитель, Пономарев для нас тот идеал, к которому можно стремиться, Пономарев для нас образец отношения к истории, к культуре края, к человеку, к человеку труда. То, как он бережно относился к самому ценному, что он считал в народной культуре, русскому народному костюму, можно только учиться, можно только перенимать и можно только следовать. Поэтому, когда мы смотрим на эти костюмы, мы вспоминаем не только некрасовские деревни, не елого, горелого и не урожайку тоже, но и толстовскую повесть казаки, где каждая баба королевна, а каждая девка княгиня. Этому у нас учит Петр Денисович Пономарев. Кроме того, он подчеркивал, что в старину авторитет, репутация мерилась не количеством денег, а умением высвобождать свободное время, что сейчас далеко не каждому удается. Для чего высвобождать? Для творчества. Потому что в творчестве, как уже было сказано художникам нашим, человек открывает свою душу, человек становится мудрей, он успокаивается, ему есть возможность посмотреть вокруг, со стороны, на свою семью, на свое окружение, на свой город, на свою родину. Вот что такое Петр Денисович Пономарев. На юбилейной встрече состоялась не только презентация книги воспоминаний современников о жизненном и творческом пути Петра Пономарева, составленной известным краеведом, а также издателем Владимиром Елецких, но и чествование лауреатов памятной медали «Сто лет Петру Денисовичу Пономареву». Из 50 к сегодняшнему дню наших земляков, удостоенных высокого звания «Почетный гражданин Воронежа», только двое представляют мастеров кисти. Это заслуженные работники культуры РСФСР Василий Павлович Криворучко и Петр Денисович Пономарев. Очень жалко, что я здесь не попал сюда раньше. Так вот в жизни бывает, иной раз пропускаешь интересные места, интересные события, важные события. Но это лишний раз подтверждает, попадая на такие мероприятия, попадая к таким людям, видишь, что действительно люди чтут историю. Имя Петра Пономарева присвоено одной из улиц столицы Черноземья и библиотеке-музею номер 24. Я пропадал все свое детство вместе с дедушкой в художественном фонде. Рос полностью с ним, потому что мои родители работали. Он меня забирал со школы, входил в школу, с детского сада. Вместе у меня он учил и рисовать, и лепить. То есть мне дедушка дал, в принципе, основное все. Спасибо всем замечательным людям, которые поддерживают его библиотеку, доносят новое и новое. Очень рад, потому что я был с открытия библиотеки-музея Пономарева Петра Дмитриевича. Помню, как мы все отдавали экспонаты, то, что у нас было дома, накоплено. Все мы отдали музею. Ну, я очень рад и счастлив этому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!